О легендарной славе наших предков Анна Горяйнова знает не понаслышке. 80 лет назад с этой площади на поле сражения отправился ее прадед. Воевал под Курской дугой, дошел до Берлина и вернулся домой живым. После войны был награжден двумя медалями за отвагу и орденом Красной Звезды. Подвиг прадеда и других бойцов, ушедших на фронт, навсегда остался в памяти выпускницы кадетского училища. Это очень важно для нас. Мы должны помнить тех, кто за нас воевал, потому что без знаний прошлого нет будущего. Для нас это важно. Это одно из самых, наверное, значимых событий, которое произошло за нашу историю. Первый парад в Куйбышеве прошел 7 ноября 1941 года. Он стал дублером Московского шествия. В случае налета немецкой авиации на Красную площадь в радиоэфир должна была выйти прямая трансляция из Куйбышева, а московский смотр отменялся. Но самым главным украшением парада в запасной столице стала его воздушная часть. Это был единственный парад за все годы войны, ставший грандиозной демонстрацией советских ВВС иностранному дипломатическому корпусу. По разным оценкам над Куйбышевым пролетели от 600 до 700 боевых самолетов, преимущественно новых типов. В этом году из-за эпидобстановки традиционный парад памяти прошел в онлайн формате. О ветеранах и участниках Великой Отечественной войны вспоминали у одноименного мемориала. Цветы к нему возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и другие представители власти. Каждый, кто принял участие в параде, никогда не забудет трагические и героические страницы истории нашей Великой Родины, страницы исторические развития по Волжье и тот вклад, который Приволжский федеральный округ внес в разгром фашизма. Информационная, политическая, дипломатическая, культурная и запасная столица. Всю историю Куйбышева в годы войны разместили на выставочных стендах у памятного знака. Из представленных документов можно узнать, почему именно наш город выбрали запасной столицей, где и зачем строили бункер Сталина и как выживал Большой театр в тяжелые годы войны. Отдельная часть выставки посвящена политическим аспектам, о которых сегодня известно немного, но некоторая завеса тайны все же приоткрыта. Больше известно о Самаре как запасной столице, Самаре как кузнице самолетов, оружия, а политическая жизнь Самары, она, наверное, была немножко такая завуалированная. Поэтому вот меня больше заинтересовала именно эта экспозиция. Изучить историю запасной столицы и посмотреть исторические документы можно в любой день, посетив площадь имени Куйбышева. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События.